Всех приветствую на моем канале. Решила сразу же достать из того мха, в котором они пришли. Yellowbird 3 штучки. Конечно, все корни сгнили изначально, потом их просушили. И они имеют вот такой вид. Я сниму с тех, что возможно, сниму веламен, чтобы оставить вот такие ниточки. Возможно, хотя бы сквозь них растение сможет хоть как-то пить влагу. Ну и здесь на поверхности остались вот два корешка. Шейка, вы знаете, здесь еще, конечно, нужно будет снять листья, но в принципе здесь шея довольно нормальная. По крайней мере, вот это растение должно потом нарастить корешки. Следующий цветочек. Конечно, вот ощущение, что он уже вот сейчас вот здесь переломится. Честно, даже страшно его как-то доставать отсюда. Все потому, что растения изначально пришли в Москву сырыми. Вот сырые пришли, вот такое получилось. Жалко прям их, честно говоря. То, что растения эти и не дешевые были изначально. Ну, в общем-то, желтеет шея. Я вынуждена снять этот лист, потому что он отвалится еще будущее зеленым. И посмотреть, что здесь с шеей. Возможно, я успею вовремя предпринять меры. А может быть, уже поздно. И гниль пошла в шейку. Вот, посмотрите, в каком состоянии шея. На мой взгляд, уже слишком поздно. Я думаю, что растение просто отвалится. Все сгнило, виламин вот так вот весь снимается. Да, и такие случаи бывают, ребят. Вот, гниль аж прям разлазится все это. Влажная, склизкая. И шея в том числе такая. Просто жаль, растение в таком состоянии убито. И виной всему, конечно, безумно влажный мох. Я знаю, что на передержку, когда они поступили. И почему я их туда отправила. Сугубо потому, что со мха аж текло. Представьте, какие болячки могут развиться в пути у растения, которое не то, что в слегка влажном мхе, а просто в нереально сыром. Так и происходит. Следующее растение. Один умер уже прям там, в Москве. Мне его уже, естественно, не стали отсылать. Конечно, никаких денег мне не возвращали. Я не знаю, будет ли замена по тому растению. К сожалению. В общем-то, все вот так на свой страх и риск заказываю. Ну и не повезло. Так, что мы здесь имеем? Здесь мы имеем опять же желтую шею. И этот лист нужно снимать и смотреть, что же там. Растение освобожу вот от этих остатков. Сейчас возьму инструменты от остатков старых листьев. Посмотрю хорошенько шею, что на ней. Ну, обрезать цветоносы вот эти нужно, потому что они тоже рассадник бактерий. Подгнили во мхе. В общем, если они у меня выживут, честно, ребят, я буду очень рада, что у меня получилось их вернуть к жизни. Честное слово. Конечно, всегда жаль получать такие растения. Мы хотим получить хорошие, крепкие растения. Но могу сказать, что вот у этих двух есть все шансы. У этого судьба его под вопросом, поскольку уже черная шейка у него. И я буду обрабатывать фундазолом. Я, во-первых, зачищу все это, что здесь есть, и обработаю фундазолом. Прям нанесу фундазол на все эти части. То есть ни корицу, ни уголь, ни стриптоцит. Хотя сам по себе стриптоцит хороший такой вот антибиотик. Но на данный момент я решила работать фундазолом. Фундазол, конечно, сушит. Но, по крайней мере, это залог того, что болезнь тормознется. Вполне вероятно, потребуются повторные обработки. Но мне главное, чтобы они выжили. Такие, видите, листики. Когда лист желтеет от шеи, то нужно бить тревогу. Значит, какое-то заболевание уже развилось в растении. И продолжая видео, хочу сказать следующее. Я уже проделала некоторые манипуляции с ними. Кто меньше всего вселяет надежды к этот товарищ, была вынуждена его полностью обрезать. Потому что гниль была... Ну, буквально, вот прям в самый центр уходила. Вот этой гнилой шеи. И вы знаете, я зачищала-зачищала эту всю черноту. Но в итоге оно все как бы... Внутри все равно все черное. И вы знаете, пришлось отрезать. Самая такая вселяющая надежда, это вот эта орхидея. У нее не успели гнить цветоносы. Потому что в закрытом пространстве, когда в коробке орхидея путешествует, у нее великий риск, когда есть цветоносы, что именно гниль пойдет с самих цветоносов. Ну, конечно, не считая того, когда у нас тут мох полностью влажный. Ну, значит, поснимала какие-то вот корни. Какие-то вот, видите, остались. Такие вроде ничего. Ну, понятно, после фундазола все это еще подсохнет. Тут есть какие-то корешочки, вполне себе жизнеспособные. В общем, отрезала только у нее листик, еще не обрабатывала. Ну, такая орхидея довольно в хорошем еще состоянии. Что касается следующей орхидеи, она такая, знаете, между этой и той находится. Потому что у нее тоже пошла гниль прям в центр шейки самой. Здесь был цветонос, и он стал гнить. Я его обрезаю, он гнилой. И гниль уходит прямо в глубь шеи. Пришлось его вот так выламывать до чистого. И немножко еще зачищать. Но, вы знаете, с другой стороны шейка в таком состоянии, что под сомнение оставлю ее состояние. Но обрезать не стала. Все-таки дам шанс. Возможно, вот обрезать вот эту всю часть не стала. Возможно, все будет хорошо. Но вы видите, что шея желтеет. И такие растения ко мне приходили. Опять же, залитые, которые приходят. Вот такое заболевание, когда желтеют листья от шеи, отваливаются один за одним. И, в общем-то, растение в мусорке оказывается. И мне, безусловно, жаль, что так случилось. Один уже умер. И три, честно говоря, в плачевном состоянии. Будем наблюдать. Возможно, хотя бы кто-то выживет. И продолжаю тему с вот этими проблемными фаленопсисами. Вчера обработала их фундазолом. Они уже у меня за ночь хорошо просохли. Даже уже полдня прошло. Даже какие-то корни, которые были вроде бы на первый взгляд ничего, тоже продолжили сохнуть. Как, например, вот этот вот корешок. Вот он продолжил сохнуть. Но какие-то остались целыми. Решила все это оставить. Вот эти ниточки. Ровно как и здесь тоже все решила оставить. Ничего это не удалять. И таким вот образом посажу их. И опять же, вот лист, который я удаляла, он все равно как-то продолжает желтеть. Возможно, просто он его желтит, скушает. И на этом все. Я надеюсь, поскольку мне предстоит отъезд. А вот этот фаленопсис нужно было как-то посадить. Он совершенно у нас без корней. Тут шейку я также намазала фундазолом. Она хорошо подсохла. Воткнула вот таким образом палочки, чтобы она держалась и не шаталась в горшке. Сюда налью я немного воды. Я понимаю, что растение страдало, скажем так, от избыточной влажности. Но я все-таки чуть-чуть, совсем чуть-чуть налью сюда водички. Возможно, мох уберет эту воду. И таким образом внизу будет какая-то влажность. Хоть как-то растение перенесет мой отъезд. Этих двоих я решила посадить в стандартные горшки. Какую-то часть заполнив пенопластом. И остальное также коры немножечко средней фракции. И сверху мох по краю горшка. Тоже поставлю подпорки. И покажу вам в итоге, что у меня вышло. Таким образом я посадила эти орхидеи. Вот эти две с пенопластом и корой. Также поверху уложу чуть влажный мох. Буквально слегка влажный, практически такой, знаете, сухой. Вполне вероятно буду опрыскивать в дальнейшем по поверхности мха. Чтобы как-то увеличить влажность вокруг растений. Поскольку корней у них нет. Я, конечно, посмотрю на дальнейшую приживаемость орхидеи. Если все пойдет хорошо, то я, возможно, по приезду поставлю их на поддоны с водой. Таким образом будет проходить испарение. И мох будет задерживать эту влагу. Также влага будет способствовать росту новых корней. Ну и, конечно, никуда без опрыскиваний. Я буду, скорее всего, чередовать препараты. Такие как виталайзер HB101. Возможно, также Супер Трайвом попробую опрыскивать. Так или иначе, я буду держать вас в курсе событий. Не знаю, как часто будут выходить видео на тему с этими орхидеями. Но по мере какой-либо, знаете, новой информации, я буду выкладывать видео у себя на канале. Пока что буду выжидать и наблюдать за состоянием растений. Чтобы не желтели листья. И вообще, конечно, с влагой нужно быть крайне аккуратным. Сейчас, поскольку эти растения все-таки сгноили корни. Именно от переизбытка влаги. Ну и посмотрим. Уезжаю я практически на неделю. По приезду сниму для вас видео о том, как перенесли мой отъезд эти орхидеи. Вообще, в каком состоянии я их застану, одному богу известно. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.